Улица маршала Еременко в Керчи попала под удар стихии. Подтопленными оказались подъезды жилых домов. Соседний дом, сразу выход с подъезда, сразу лужа. Вот по колено иду с вещами переодеваться на работу. Автобус с туристами из Анапы не выдержал натиска воды и сломался. Но гостей метеоусловия не смущают. Покидать полуостров не собираются. Мы позитивные люди, поэтому мы уже сбегали на автовокзал и сами своими силами будем добираться до Феодосии. Обильные осадки частично подтопили несколько городских улиц. Последствия потопа ликвидируют 200 человек. На всех опасных участках восточной части Крыма разместили временные спасательные посты. Здесь дежурят сотрудники МЧС и Росгвардии. Это улица Карла Маркса. Из-за большого количества воды она временно закрыта для транспорта. Люди передвигаются либо в сапогах, либо босиком. Местные власти готовы к возможным капризам природы. По прогнозам синоптиков количество осадков увеличится. Однако в Керчи и Ленинском районе достаточно силы спецтехники, чтобы полностью контролировать положение дел. На данную минуту всего лишь три дворовые территории. Дворовые территории, не дома. Действительно являются потопленными. Сейчас работа ведется под качкой дворовых территорий. Что касается сверху деятельности на территории города Керчи, а именно питьевого доступа, электрознабжение. Все в полном объеме в штатном режиме. Заявки все выполнены. Вода в полном объеме подается. Предприятия города работают в штатном режиме. Уровень воды в реках Восточный Булганак. Мелег Чесмей и Катерлес под постоянным контролем специалистов. Продолжает работать общественный транспорт. Немножко с измененными маршрутами. Мы просим извинения у наших жителей, но это уже объективная реальность. Транспорт будет ходить и при любой возможности изменения ее в лучшую сторону мы их пустим по маршруту. Я прошу керчан соблюдать спокойствие. Мы помним о них, мы знаем их. И мы не дадим стихии повторить то, что было. Ситуация на личном контроле главы Крыма. В регионе работает председатель правительства Республики Крым Юрий Михайлович Гацанюк, который каждый час докладывает о складывающейся обстановке. Принимаются меры для ликвидации последствий подтоплений. Критических проблем нет. Надеюсь, что повторения событий июня-июля не будет. Но мы готовы к любым вариантам. Привлечены дополнительные силы и средства. Техники и людей достаточно. Уверен, мы справимся со всеми возможными проблемами. Дополнительно из других регионов полуострова завезено 25 единиц спецтехники на случай, если понадобятся дополнительные силы. Даут Чахалов и Максим Голубев, телеканал Миллет, Керчь.